Придча о кошках. Мы были вчера на даче, и там были две кошки. Они пришли откуда-то от соседей, в общем, там они где-то обитают. Мы их покормили, они чувствовали себя хорошо, они легли на солнышко, день был прекрасным, тёплым, и они балдели. Потом, когда мы стали собираться и уезжать, мы, значит, ну там позакрывали двери, и я задвинул стол под навес. Я взял её, потянул, и он громыхнул хорошо по бетону. И кошки подскочили, не поняв, что произошло, они сцепились друг с другом. Ну, потому что они... сбодораженность эта в них вошла вдруг, а источника они не видели, не понимали, откуда источник и что случилось. Они сцепились друг с другом. И вот я потом подвинул второй стол, они из этого отбежали, но продолжалась свара у них там. И мы поехали, но я знаю, что произошло. Через небольшое время кошки осмотрелись, походили, облизали там свои там ножки, лапки, усики, и легли снова на солнышко лежать и балдеть. Потому что день хороший, они сытые, они живы, ничего не покалечено, ничего особо не пострадало, всё прекрасно. Но, если бы кошки сели бы друг с другом, начали бы выяснять, кто как на кого посмотрел, кто чем был занят, кто вот это сделал, кто вот это сделал, кто первое ударило, кто не первое ударило, кто кому что сказал, и они бы опирались бы ещё на каких-то там авторитетов, и на каких-то своих там, тех, кто может им помочь, и так далее, и так далее. Это продолжалось бы, продолжалось бы, продолжалось бы. Вот верите или нет, жизнь кошек стала бы трудной, и у них был бы продолжающийся стресс, и от этого стресса они бы продолжали страдать, они бы начали болеть, потому что продолжающийся стресс вызывает болезни, ведёт к болезням, это доказано многократно, в том числе на опытах на животных. И это знают все жители городов, и все, кто участвовал в подобных мероприятиях. Ну, не вы, конечно, вы таким никогда не занимались. И поэтому я хочу сказать, как здорово, и как хорошо, что на планете есть кошки.